Девочки, мальчики, всем привет! Сегодня воскресенье, а значит, время начинать нашу воскресную школу. Мы, учителя, очень-очень скучаем по вам и с нетерпением ждем, когда снова сможем увидеться с вами. Ну что, вы готовы к уроку? Сейчас я посмотрю, приготовили ли вы свои Библии. Вижу, что да, вы молодцы! Также советую вам взять карандаш, ручку и бумагу, может быть, она вам пригодится. Садитесь поудобнее, урок уже начинается. Ну что, друзья, сейчас мы все сидим дома. Вы знаете, что отменены школы, спорт, все мероприятия. Наш президент и правительство просят, чтобы мы сидели дома. И я думаю, что мы должны их слушаться. Но кто может отменить наше общение с Богом, правда? Мы всегда можем общаться с Господом, несмотря ни на что. Я уверена, что это время, когда мы должны немного посидеть дома, пройдет очень быстро. А для того, чтобы вам не было скучно на карантине, так называется это то, что мы сейчас с вами делаем, советую вам каждый день читать Библию, узнавать что-то новое, рисовать, может быть, изобретать, общаться со своими братьями, сестрами, мамами и папами. Я думаю, что ваши родители уже объяснили вам и рассказали, что значит слово карантин. Но я только хочу вам напомнить, потому что много всяких слов сейчас звучит, и можно запутаться в этих терминах. Так вот, карантин – это то время, когда очень-очень много людей болеют в одно и то же время. И потому, чтобы мы с вами не заболели, чтобы вы не заболели, ваши родители и мы, мы должны немножко оставаться дома. Только так мы сможем победить эту болезнь, которая сейчас распространилась по всей Земле. Но, несмотря на это, мы знаем, кто держит все в своей крепкой руке, правда, под своим контролем. Конечно же, это наш, да, Господь Иисус. Сегодня я хотела бы вам рассказать одну притчу. Притчи – это такие рассказы, которые делают нас мудрее. Эта притча называется «Что произошло в полночь?». Вы знаете, да, что полночь – это то время, когда на улице темно, все крепко-крепко спят, очень поздно, все отдыхают, готовятся к новому дню, набираются сил. И вот однажды Иисус рассказал людям и своим ученикам такую притчу. Он сказал, представь себе, что как-нибудь поздним вечером кто-то постучит в дверь твоего дома. Твой друг, которого ты совершенно не ждал, решил прийти к тебе в гости. Он застал тебя врасплох. Врасплох – это значит неожиданно пришел. И у тебя весь запас хлеба или какой-то другой еды закончился. Тебе нечем его накормить. А он с дороги, очень-очень голоден. Что же делать? Поэтому, несмотря на то, что уже поздно и кругом темно, ты отправляешься из своего дома. Но ты же не можешь оставить своего друга голодным, правильно? Нужно что-нибудь найти для него. Ты идешь к своему другому другу, который живет неподалеку, чтобы рассказать ему, в чем дело. Но уже полночь, и этот твой другой друг уже спит. Все его родные спят, его девки, его жена спит. Все вокруг спят. Ему не нравится, что в полночь к нему кто-то стучится и беспокоит его. Ребята, вас кто-нибудь будил когда-то ночью? Это неприятно, да? Может быть, мама когда-то пыталась вас разбудить, дать вам лекарства. Или вы понимаете, да, когда ты заснул и тебя будит, это очень неприятно. Итак, Иисус продолжал дальше. Что же этот друг ответил? Он сказал, ну что ты тревожишь меня среди ночи? Почему ты стучишься и беспокоишь? Все спят. Но он видит, что ты не уходишь и продолжаешь стоять. Ведь тебе нужно занять хлеба, и без хлеба ты не можешь уйти, потому что там ждет тебя твой друг. Тебе стыдно вернуться обратно с пустыми руками. Ведь там твой кость, твой друг. Тебе нечего ему предложить. Так вот, сказал Иисус, может быть, этот человек, который уже лежит, отдыхает со своей семьей, не хочет встать, но он, видя то, насколько ты настойчиво продолжаешь стоять у двери и стучишься, в конце концов он все-таки поднимется, встанет, включит свет, поищет какие-то запасы и даст то, что нужно, то, что просит его друг. Разрешите мне спросить вас, продолжал Иисус, неужели вы думаете, что Бог не ответит на молитвы своих детей? Неужели вы думаете, что Он откажется помочь им, когда они будут неотступно просить Его? Неужели вы думаете, что это доставит Ему слишком много хлопот? Нет. Наш Господь всегда ответит. Просите и получите. Ищите и найдете. Стучите, и вам откроют. Откроют. Для Бога нет ничего невозможного. Он всесилен. Мы же это знаем. Он говорит, я Господь Бог всего живого. Есть ли для меня что-нибудь невозможное? Друзья, если вы захотите найти эту притчу, вы сможете открыть с мамой и с папой Библию, Евангелие от Луки, 11 глава, из 5 по 11 стих, прочитать это место. А сейчас возьмите карандашики и запишите это место, которое только что сказала. Евангелие от Луки, 11 глава, стих с 5 по 10 по 11. Библия побуждает нас к молитве. Бог говорит, и призови меня в день скорби, и я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Ребята, согласитесь, в наши дни то, что сейчас происходит, нам очень необходимо уповать на Бога. Мы можем выполнять даже свою часть, молиться вместе с мамами и папами, поддерживать их в молитве, и наш Господь обязательно ответит на наши молитвы. Участвуйте, присоединяйтесь к семейным молитвам, просите маму и папу прочитать вам Божье Слово, тогда, когда для этого есть время вашей семьи. И мы обязательно преодолеем и пройдем все, что сейчас происходит. Господь укрепит всех нас и даст нам силы пройти это испытание. Ну что, до следующих встреч, всего доброго вам, пока! Субтитры сделал DimaTorzok